Максим Шалин увлекся физикой с первых уроков. К 11 классу юноша пришел с полной уверенностью, что хочет связать свою жизнь с этой наукой. Стобальный результат по ЕГЭ для Максима был ожидаемым. К экзамену он усиленно готовился на протяжении четырех лет. Это все начинается с уроков физики, также какие-то дополнительные занятия, ну и, конечно же, самообразование без него тяжело. Я в основном готовился к перечневым олимпиадам и к Всероссийской олимпиаде школьников, в которой тоже достаточно успешно выступил. Я призер регионального этапа. 16 дополнительных бланков понадобились Максиму, чтобы отразить все свои расчеты. Процессу решения сложных задач он подходит основательно. Не менее кропотливый к экзамену готовился Алексей Кошелев. На его счету целых два стобальных результата по математике и физике. По русскому языку удалось набрать 95 баллов. По физике я готовился достаточно долго, считая почти все время, сколько я ее изучаю. Это также во многом было связано и с участием в олимпиадах. По математике и по русскому я занимался примерно в течение последнего года-двух. Дальнейшие планы, по крайней мере, сначала поступить. Планирую в МФТИ на направление ПМФ и ПМИ. Владимир Луковкин получил абсолютный результат по биологии, а Екатерина Рыбаченко по русскому языку. По словам девушки, задания в ее варианте попались достаточно легкие. Почти на все она без колебания давала ответ. У меня было сочинение на тему отца и его роли в жизни человека. Я считаю, что мне очень повезло с сочинением, потому что в некоторых вариантах были темы гораздо сложнее, чем у меня. В русском языке я была уверена больше всего и примерно таких результатов я и ожидала. Катя собирается поступать в Москву. Девушка надеется, что полученных баллов по ЕГЭ хватит, чтобы пройти порог для поступления на желаемые факультеты в МИФИ или МГУ. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.